На сегодня представлено в Государственную Думу более 105 тысяч подписей, можно сказать, 108 тысяч подписей, за последние две недели добавилось еще 3 тысячи подписей к тем законопроектам, которые связаны с внедрением государственной, или оцифровки граждан Российской Федерации. На протяжении последних трех лет после принятия, или в рамках принятия 210-го федерального закона о государственных и муниципальных услугах пошла идея введения электронных носителей для хранения данных о гражданах Российской Федерации. На данном случае был принят закон об универсальной электронной карте в городе Москве. Но на сегодняшний день мы являемся свидетелями, когда во всем мире отказываются от оцифровки граждан. Еще начиная с Нюрнбергского процесса было установлено, что оцифровка личности является преступлением, не имеющим срока давности. И мы видим, что сегодня, начиная с Южной Кореей, Германией, Великобритании отказались от подобного рода технологий в силу того, что не могут обеспечить сохранность персональных данных, но в России же внедряются. Получается, что каждому человеку присваивается номер, в рамках которого можно одной кнопкой отключить его от всех услуг, вычеркнуть человека из истории. И кроме его самого физического восприятия ничего другого не будет. Поэтому мы сегодня выступаем вместе с общественными организациями, православными верующими, которые помогают и собирают подписи против введения цифровых носительных отношений граждан РФ за сохранение действия паспорта гражданина Советского Союза на территории РФ и отмену 210-го федерального закона. Мы, это фракция КПРФ, Государственная Дума, вынесли на Совет Государственной Думы законопроект о бумажном паспорте. Но вчера его, к сожалению, вернулись, сказав, что нужно получить письменное заключение правительства. Сегодня мы отправим в правительство этот проект федерального закона. Чем он отличается от того, что сегодня существует? Мы записали, что в этом паспорте не должно быть никаких чипов, никаких голографических записей или каких-то других машиносчитывающих записей. Все должно быть просто, очевидно, понятно для любого человека. Там разрешается, кроме фамилий, имя, отчество, месторождения, прописки, записать группа крови. И вот спорный момент, по которому много есть и за, и против, и мы много очень советовались представителями разных организаций, вероисповедование. Большинство высказались, пусть по желанию человека, если он хочет, имеет право записать в паспорте свое вероисповедование. Сегодня есть другие мнения, кто-то говорит, что это не надо. Но поскольку федеральный закон пока имеет ранг проекта, и если он будет принят в первом чтении, то ко второму чтению можно еще раз эту проблему обсудить. Вот правительство еще заключение не поставило, а 105 тысяч избирателей уже поставили и говорят, принимайте, не в сентябре, а месяц вам срока. И это сделал и указание. Президент России. Поэтому Единой России подчиняйтесь в течение месяца, мы считаем, должен закон принят. Вот они, подписи живые, тяжелые, весомые. Вот это и есть, так сказать, настоящее законотворчество. Законотворчество с населением. Подписи продолжаются, до миллиона соберем, ну тогда мы посмотрим, кто смотрит на избирателей его волю, а кто не смотрит.